Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Луки. И сегодня мы будем читать 18 главу этого Евангелия. И первая тема – это притча о вдове и неправедном судье. Мы уже с вами знаем, что притчи – это очень древний жанр, который встречается на страницах Библии, еще в Ветхом Завете. Есть целая книга притч, кратких наставлений царя Соломона. И Христос старался говорить с людьми притчами. Это было более понятно. И притча о вдове и неправедном судье – это притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Она и начинается такими словами. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». «И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Итак, очень важно молиться и не унывать. Почему две эти темы рядом? Молитва и необходимость удаляться от уныния. Потому что, если, пребывая в молитвенном состоянии, человек унывает, значит, у него нет глубокого, прежде всего, молитвенного убывания на Бога. В этом проявляется неверие в божественные промыслы, что все, что не происходит в нашей жизни, оно происходит по воле Создателя. Но молиться надо именно с верой. Как сказано, допросить с верой, ничуть не сомневаясь. Поэтому уныние и молитва – это нечто такое противоположное одно другому. Молитва – это проявление надежды, а уныние – это отсутствие надежды. Поэтому, когда мы настраиваем свое сердце на молитву, мы должны настраивать свое сердце на глубокое упование на Создателя, упование на Его святую волю и Его непрерывную заботу о каждом из нас, которая, без сомнения, проявляется и без наших молитв. Потому что Бог заботится не только о верующих и о неверующих, Он заботится вообще о всем своем творении. Но молитва верующего человека – это согласие с волей Создателя. Потому что, что бы мы ни просили бы у Бога, христианская молитва предполагает, что в конце любого такого прошения мы предоставляем все-таки место Богу решать, полезно нам то, что мы просим, или не полезно. Как гефсиманское молитвенное борение Сына Божия, которое он оканчивает словами, впрочем, будет не моя, но твоя воля. С другой стороны, упование на Божью волю в молитвенных прошениях должно быть обусловлено тем, что Бог лучше нас знает, в чем мы нуждаемся. В послании к римлянам сказано, что прежде нашего прошения Бог уже знает, в чем мы нуждаемся. А мы сами не знаем, как молиться. Но сам Дух молится в нас, Дух Божий, воздыханиями неизреченными. Поэтому молитва изгоняет уныние. Молитва усиливает упование на Бога, помогает нам проявить веру в Его промыслы и обрести христианскую надежду в своем сердце. Здесь предлагается образ вдовы, за которую, казалось бы, некому заступиться. Она вдова. Но у нее есть проблемы. И единственный человек, к которому она может обратиться, и который может разрешить ее проблемы, это судья. Но этот судья не боится Бога, людей не стыдится. Почему Христос предлагает такой образ? Это образ, контраст. Ведь никто не сомневался в том, что Бог – это благость и любовь. И Христос приводит этот образ, чтобы показать, что даже нечестивый судья откликнется на настойчивую молитву, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. Вот эта тема, она перекликается с темой из Нагорной проповеди. Кто из вас, имея Отца, попросит у Него хлеба, а Он даст камень, попросит рыбу, а Он даст змею? И даже если вы, будучи злые, умеете таяние благие творить детям вашим, тем более Отец Небесный. Поэтому вот этот контраст, он должен был вдохновить верующих продолжать совершать свои молитвы перед Богом со своими прошениями, потому что только в Боге и с Богом мы можем разрешить те или иные наши проблемы. Поэтому в окончании этой притчи мы читаем, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему тень и ночь, хотя и медлит защищать их. А почему Господь медлит? Святые отцы говорят, что если бы Бог давал бы нам сразу то, что мы просим, то мы не ценили бы то, что получаем от Него. С одной стороны, Он лучше нас знает, в чем мы нуждаемся, а с другой стороны, Он хочет, чтобы мы оценили тот или иной дар, который нам дается. И мы уже с вами обращали внимание на то, что великие подвижники веры рождались от пожилых родителей. И таким образом они являлись плодом долгих и долгих молитв этих родителей, которые с юных лет, как вступали в брак, сказано в еврейской традиции в Мишне, 18 лет под балдахин, то есть 18 лет юноши уже вступали под брачный балдахин. И они могли всю жизнь вымаливать ребенка. И когда ребенок рождался от пожилых родителей, он являлся плодом очень долгих молитв. Это, если так можно сказать, были намоленные дети, выпрошенные дети. Но совершенно неожиданно после слов «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре», в этом же стихе, восьмой стих, во второй половине говорится «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Действительно, по мере того, как вера оскудевает в этом мире, оскудевает и молитва, потому что молитва – это акт веры, причем живой веры, и по мере того, как вера будет покидать этот мир, наступит процесс апостасии, то молитвенная жизнь, она будет утихать. И действительно, если вы так подумать, вот, например, подъезд, в котором вы живете, а сколько людей, кроме вас, там еще молится, читают утренние, вечерние молитвы? А может быть так, что вы единственная семья, где во всем доме кто-то читает утренние, вечерние молитвы? Иногда нам кажется, что верующих как бы и не осталось, но это может быть иллюзия. Пророку Илье казалось, что он вообще один остался у Бога, но ему Господь сказал, нет, еще сберегаются несколько тысяч, которые не поклонились Валу и сохраняют верность Богу. Собственно говоря, мир и прекратится, когда оскудеет полк святых, когда молитвы верующих замолчат, отпадет как бы необходимость существования мира в таком формате и будет конец света и обновление всего творения. Блаженный Феофилак пишет, поскольку Господь упомянул о скорбях и опасностях, то предлагает и врачевство от них. Врачевство это есть молитва и не просто молитва, но молитва постоянная и усиленная. все это, говорит, имеет случиться с людьми того времени, но против этого великую помощь подает молитва, которую мы должны постоянно и с терпением творить, представляя себе то, когда кучливость вдовы преклонила неправедного судью. Ибо если его полного всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей постоянная просьба смягчила, то тем более не преклоним ли мы на милость Отца щедрот Бога свое сердце, хотя Он, Господь, в настоящее время и медлит. На самом деле это может казаться нам как некое медление. На самом деле Бог знает, когда оказать нам всю необходимую помощь, оказать нам поддержку. Кстати, древние люди, например, предсказательные патриархи, они всегда боялись прямого Божьего вмешательства. когда, например, Авраам освободил своего племянника Лота с малым отрядом против большой группы врагов, то Авраам испугался. Бог является к нему и говорит, не бойся, Авраам. Казалось бы, а чего он боится? Ведь он одержал победу. Патриарху Аврааму могло бы казаться, что он, получив такую поддержку в борьбе за освобождение племянника Лота, как бы исчерпал лимит возможного милосердия Божия по отношению к себе самому. Но Бог говорит, не бойся, награда твоя велика. То есть исчерпать лимит Божьего милосердия никто не может. Поэтому проявление Божьего милосердия не обесточивает действия Бога по отношению к нам, а наоборот усиливает, потому что у нас возникает более значительная мотивация молиться, обращаясь к Богу, прославляя Его за то вмешательство, которое насуществило в нашем случае. И следующая притча, притча о мытаре и фарисее, это известная притча, у нас накануне поста была целая неделя о мытаре и фарисее, это 18-я глава от Луки с 9-го по 14-й стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других следующую притчу. То есть это притча для тех, которые уверены в своей собственной религиозной респектабельности. но они могут обмануться очень серьезно, потому что в день страшного суда там тоже такие уверенные появятся, которые даже начнут спорить с Богом и говорить не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. Поэтому любая такая уверенность, она является чем-то опасным. Вот эта уверенность может обесточить человека в духовном смысле, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующая притча. То есть мы видим, что у этих людей было две проблемы. Первая, они уверовали в свою какую-то автономную праведность. Вторая серьезная проблема, которая связана была с первой, и уничижали других с позиции этой своей мнимой праведности. На самом деле, если речь идет о подлинной праведности, то праведник – это тот, который начинает исповедоваться в своих добродетелях. В нашем понимании праведник – тот, кто не грешит и творит благие дела, но в глазах Божьей святости это и тот, который видит ущербность тех добрых дел, которые он совершает, потому что его не устраивает мотивация. Он не может до конца разобраться, правильно ли мотивация у меня, когда я делаю что-то, как мне кажется, хорошо. И вообще, какое отношение я к этому имею, если всякий дар совершенный проистекает от Отца Небесного. И вот для этих людей Христос произносит следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Я уже неоднократно объяснял, что фарисеи были самые близкие к христианам по своим вероубеждениям. Они верили в загробную жизнь, в ангелов, в страшный суд, ожидали Мессию, в отличие от Саддукеев, которые не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов. То есть это были консерваторы своего времени, точно так же, как Саддукеи были либералами своего времени, матернистами. И вот в храм пришли помолиться два человека, один фарисей, другой мытарь. Мытарь, без сомнения, предатель собственного народа, коллаборационист, который собирает подати на оккупантов, часть этих податей присваивает себе незаконным образом. Правда, они собирали еще подати на храм, но опять же были известны тем, что многое присваивали себе. Поэтому общее отношение к этим людям было такое настороженное. Они обменивали деньги по завышенному курсу. Обычно этот обмен делался, когда кто-то отправлялся в храм, а в храме можно было использовать только храмовый шекель, на котором не было изображения языческих императоров и богов. И они по выгодному для себя курсу делали этот обмен. Поэтому от мытарей старались все держаться на дистанции. И мы видим, что мытарь понимает это. И в отличие от фарисея, который чувствуется вольготно в храме, мытарь чувствует себя невольготно. Фарисей став молился сам себе так. Что значит став? То есть став на определенное место, которое, как он думал, соответствует его статусу праведного, благочестивого человека, законноучителя. Фарисей став молился сам в себе так. То есть он молится про себя. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Но, в общем-то, пока мы не видим, как бы в этом мытаре, точнее, в этом фарисее, ничего плохого. Он благодарит Бога за то, что он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей. но в его молитве есть осуждение других людей. Первое. Он говорит, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. То есть, как бы, он обобщает. И в конце, как этот мытарь, здесь он уже, как бы, персонально благодарит Бога, что он отличается вообще от многих людей, прочих людей, ну, уж, конечно же, от мытаря. И кто бы поспорил бы с фарисеем, да, он не коллаборационист, он не предатель собственного народа, он благодарит Бога за нравственные принципы, которые присутствуют в его сердце, но эту свою праведность, которой он очень уверен, он противопоставляет чьим-то грехам. Вот это есть мерзость в глазах Бога, когда один человек превозносится перед другим человеком, а здесь он превозносится и обобщая в отношении к прочим людям и конкретизируя, что он не такой, как этот мытарь. Почусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Ну, как обычно, я рассказываю, когда эту притчу, то подчеркиваю, что, наверное, каждый храм, каждый приход хотел бы иметь такого прихожанина, который десятую часть из всего, что приобретает, он дает на храм. Он постится два раза в неделю, он может быть примером для прочих людей и даже для такого, как мытарь. Но он не имел права совершать суд в сердце своем, суд такого самоуничижения других людей. Потому что в глазах божественной святости, божественной праведности наш самый лучший поступок и самый худой это, наверное, как амплитуда движения крыла комара. Святитель Григорий Великий, Папа Римский пишет, но нам надо бы знать, что часто мы, обращая внимание на одни предметы, оставляем без внимания другие. И куда мы не обращаем внимания, там без сомнения не имеем глаза. Ибо по свидетельству Евангелия мы знаем, что говорил тот фарисей, который взошел в храм помолиться, ибо он говорит «Боже, благодарю Тебя!» И он правильно благодарил Бога, от Которого получил те блага, которые сотворил. Но он еще присовокупляет, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, почусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот фарисей имел око для воздержания, для милосердия, для прославления Бога, но не имел око для стражи смирения. Что значит не имел око для стражи смирения? Он не следил за своей гордыней, и она чрезмерно выросла, эта гордыня, на фоне его реальных достижений, которые, конечно же, были в Боге содеянны, ибо человек не нашел бы в себе сил так усовершенствоваться, и начинает он все очень правильно, он благодарит Бога, но потом он впадает в самомнение. Григорий пишет далее, и что пользы в том, что почти весь город бдительно охраняется от нападения врагов, если оставляется один открытый проход, через который можно взойти в него врагам, что польза в страже, который почти повсюду ставится, когда врагам открыт целый город, небрежением об одном месте. Фарисей же, который выполнял посты, отдавал десятины, восхвалял хвалы Богу, бодрствовал на страже своего города, как бы почти со всех сторон, но поскольку он оставил без внимания один в него проход гордости, то и пропустил врага там, где непряжением закрыл око. То есть он не рассмотрел вот этой проблемы в себе, и действительно, какой смысл оберегать целый город и оставить какие-то ворота незащищенными. Именно через эти ворота враги нападут на город, и усилия остальных охранников едва ли смогут что-то исправить. Действия мытаря в этом смысле, они противоположны действиям его око открыто реально на то состояние, в котором он пребывает. Тринадцатый стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И блаженный Феофилак пишет, а мытарь вел себя совершенно наоборот, он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными в созерцании горних предметов, так как они любили смотреть на благо земные и пользоваться онами. Он ударял себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы и побуждая он от сна к сознанию и ничего другого не говорил, кроме всего, Боже, милостив будь ко мне, грешнику. ological и неприят мытаря не может являться для нас примером. И, напротив, жизнь фарисея может являться для нас примером, но смирение мытаря является для нас примером, а самомнение фарисея не является для нас примером. Таким образом, налицо фарисей, тип религиозного ханжи, который свои религиозные нравственные достижения противопоставляет чему-то небрежению. И на самом деле в этом самая главная проблема религиозных людей, когда у них что-то получается, не скатиться в грех осуждения по отношению к тем, у которых вообще ничего не получается. Сейчас еще продолжается течение Великого Поста, и все мы помним наставление апостола Павла, который говорил, «Тот, кто постится, не осуждает того, кто не постится. Ибо тот, кто постится, для Господа постится. Кто не постится, для Господа не постится». Это трудно понять до конца, но объяснение все-таки может быть, что значит «тут, кто не постится, для Господа не постится». В том смысле, что еще не время для этого человека усовершенствоваться. Может быть, для кого-то потребуется для того, чтобы усовершенствоваться, достигнуть самого дна, оттолкнуться и подняться наверх. Иногда Бог сам нам попускает даже какие-то падения, чтобы, реально оценив свое состояние, мы избежали иллюзий самомнения и реально оценили бы свое состояние. И далее, в окончании этой притчи, Христос говорит, «Сказывай вам, что сей пошел оправданным, то есть мытарь пошел оправданным, в дом свой более, нежели тот, тот – это фарисей, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Здесь, конечно, вот эта деталь, сказано, что мытарь пошел более оправданным. Про фарисея не сказано, что он пошел неоправданным. Он менее оправданным. Его заслуги, они остаются его заслугами. Но больше оправдания пришло к раскаившемуся грешнику. Заслуги фарисея никто не аннулировал, но в оправдании нуждается тот, кто осознает свою вину. А так как человек не может оправдаться собственными заслугами, по отношению к вечности, по отношению к небесной жизни, по отношению к нетленной жизни, с позиции временной жизни, тленной, земной, то подлинный путь спасения – это путь мытаря. Не его образ жизни привел его к спасению, к оправданию во Христе с Христом, но как раз его отрицание собственной греховной жизни решительное. когда он считал, что он не может даже войти в храм и занять достойное место, который смиряется всячески, а унижающий себя возвысится, как мы прочитали, и в другом месте Писания Христос так и говорит, что первые в Царстве Божие идут блудницы, мытари и грешники. И это объясняется очень просто. У этих людей не было никаких иллюзий относительно самих себя. А у Фарисея была масса этих иллюзий. Он буквально утопает в них. Но он не понимает, что его добродетелей не хватит в любом случае, потому что нельзя ценой временной жизни приобрести жизнь вечную, ценой земной жизни – жизнь небесную, ценой тленной жизни, жизни тленной. Это несоизмеримая вещь. И далее говорится о том, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. То есть у необходимости некой простоты в религиозном мировосприятии. И мы читаем с 15 стиха и ниже «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им». Здесь сразу возникает вопрос, а почему ученики возбраняли? Во-первых, там, где много младенцев, очень много шума. И ученикам могло казаться, что этот детский шум, он будет мешать учителю выполнять его прямую обязанность обучать людей истинам Евангелия, благой вести. Как в свое время отец Александр Шмеман писал, не бойтесь детского шума на приходе в храме. Этот шум свидетельствует о том, что у этого прихода есть будущее. Младенцев приносили для того, чтобы Иисус прочитал Баруха, благословение над этими детьми и прикоснулся к ним. Это известная молитва, она содержится в Пятикнижии Моисея, как надо благословлять детей. Но ученики, видя все это, возбраняли им. Какое действие Христа? Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Вот некоторые считают, что истинное Евангелие, они доступны людям зрелым, взрослым. И это как бы совсем не детское дело изучать Евангелие, посещать занятия в библейской школе для взрослых. Но в действительности ребенок воспринимает истинное Слово Божие более доверчиво, чем нежели тот или иной взрослый человек. Я помню, когда я был ребенком, и меня с детства вводили в храм, я видел фрески на стенах Орехозуевской церкви Рождества Божьей Матери, и там святые были изображены на облаках. И мне казалось, что все, что мне рассказывали о Христе, о Гефсимании, все, что мне рассказывали о насыщении хлебами, о хождении Христа по морю, это все где-то там на небесах. То есть в моем детском восприятии это другой мир, где все продолжается так же, а вот эти облака под ногами святых как бы это подчеркивали. И когда однажды бабушка мне объяснила, что да нет, это все было на земле, это было уже очень давно, и уже все эти люди, они умерли. Я пережил испуг и разочарование. Как же так? Я был уверен, что этот мир, он над нами, сущий на небесах, и там вся как бы евангельская история, она продолжает разворачиваться, как бы некое другое измерение. А когда я узнал, что это было очень давно, и сейчас там вообще другая ситуация, и это было разочарование. Один священник, отец Михаил, рассказывал мне, что в детстве, когда маленьким его приводили в храм, и он смотрел маленьким ребенком, как открывают царские врата, и там на престоле дарохранительница, и царские врата, когда открывают, каждый день не совершается, и все там в облаках ладана. И маленькому Мише казалось, что это и есть вот это царствие небесное, он его видит. А когда его ввели в алтарь, и он увидел, что нет, это недалеко, это рядом, это сразу за иконостасом, он пережил какое-то маленькое разочарование. Как же так? Я же видел Царствие Небесное. Поэтому детская вера – это поразительная вера. С другой стороны, смотрите, с каким доверием маленькие дети слушаются нас, взрослых. Когда отец или мать что-то объясняют ребенку, они верят каждому слову. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Ребенок не переспрашивает, когда ему дают ответ, вот это и сто, это и сто. Он может уточнить что-то, но он верит. И мы должны иметь такую же веру. Она должна быть, как детская вера. И давайте посмотрим, что пишет Блаженный Феофилакт. «Поэтому, кто живет смиренно и незлобливо, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верою, тот приятен пред Богом. Ибо кто излишне любопытствует и всегда спрашивает, как это, тот погибнет со своим неверием и не войдет в Царствие, которого не хотел принять в простоте, без любопытства и со смирением. Поэтому все апостолы и все в простоте сердца уверовавшие во Христа могут быть названы детьми, как и сам Господь называл апостолов дети. Есть ли у вас какая пища? А мудрецы языческие, доискивающиеся при мудрости, в таком таинстве, каково Царствие Божие и не хотящие принять умное безрассуждение, по справедливости отторгнуты от этого Царствия. Господь не сказал «Этих есть Царствие, но таковых». То есть, кои добровольно приобрели себе незлобие и смиренно мудрее, которые дети имеют по природе. Итак, все церковное, что составляет Царствие Божие, будем принимать без любопытства, ну, имеется в виду праздное любопытство, с верою и смирением, ибо любопытство свойственно самовнению и самому дрованию. Конец цитаты. Дети в храме, молящиеся дети, они вдохновляют взрослых на молитве. когда мы видим, как совсем маленькие дети пытаются осениться окрестным знамением, совершить земной поклон, это не может не умолять взрослого человека, умилять его сердце, и это нас всех немножко поддерживает. также проявлять простоту, праздновать не любопытствовать и доверие к Богу, как доверие к Отцу любящему и заботливому. И следующая тема о том, как трудно богатому войти в Царствие Божие. это с 18 по 27 стих. Надо сказать, что через все Евангелия некоторые темы, они повторяются, потому что апостолы, они записывали все, что могли вспомнить, и иногда Христос касался одних и тех же тем несколько раз, но всегда были какие-то незначительные отличия. Но так как каждое слово Христа было дорого его ученикам, то они старались по памяти зафиксировать все, что можно. И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Но этот сюжет очень известен. Из других Евангелий мы знаем, что это юноша, который называется неблагоразумный юноша. Он подходит к Иисусу Христу и спрашивает «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Я уже объяснял как-то, отвечая на вопрос, почему Христос так ему отвечает, потому что этот юноша допускает двойственность. Он понимает, что благим можно назвать только Бога, но он не решается открыто Христа назвать Господом. Поэтому он употребляет двойственность «Учитель благий». Он как бы заувалированно говорит «Учитель, да, я знаю, что ты божественный учитель, но я скажу так, как скажу. Двойственность подводит очень многих людей. Нельзя служить Богу и мамоне, нельзя сидеть на двух стульях и так далее. Человек должен быть цельным, особенно христианин, у которого да-да, нет-нет, а всё, что сверх этого отлукавого. Итак, задан вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? то есть, что я со своей стороны должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, это не вызов Богу, спаситель только Бог. Но как я могу поучаствовать в деле собственного спасения, понимаю, что спасение, конечно же, зависит только от Бога? И читаем, Иисус сказал Ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. То есть, Христос отвечает на вопрос, а что мы должны делать? Неужели наше спасение пассивно с нашей стороны, то есть, мы ничего как бы не можем сделать, никакого участия принять в собственном спасении, а активная позиция только от Бога. Да, наша человеческая праведность, она всегда пассивна по отношению к божественной праведности, которая активно вменяется нам в праведность, праведность Христа. Но даже наша пассивная праведность, если мы стараемся что-то исполнять, она угодна Богу. Поэтому Христос обращает внимание этого человека на заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал «всё это сохранил я от юности моей». Опять вот пример блестящего в нравственном смысле молодого человека, который не растлился от дней юности всё сохранил, не прелюбодействовал, не убивал, не крал, не лжесвидетельствовал, почитал отца и мать. Прекрасный молодой человек, украшение любого прихода. Услышав это, что он всё сохранил от юности своей, Иисус сказал ему «ещё одного не достаёт тебе, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мной». В других Евангелях сказано, что когда юноша сказал, что всё это я исполнил от дни юности своей, Христос его возлюбил за такую чистоту. А вот то, что Христос предлагает далее, это не путь спасения, это путь совершенства. В других Евангелиях мы это видим. Христос говорит, а если хочешь быть совершенным, ещё одного не достаёт тебе, всё, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Но в любом случае, если мы берём все достижения юноши и, предположим, плюс он бы раздал всё, что имел, он бы сам спасение для себя не обеспечил этим. Потому что мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто, ничто вне Христа. человек не может спасти себя ценой временной жизни, приобрести вечное спасение. Это несоизмеримые вещи, не будем повторяться. Приходи и следуй за Мною, то есть ещё надо идти за Ним, за Христом. Он же, услышався, опечалился, потому что был очень богат. на самом деле Христос призывает этого юношу с блестящими нравственными качествами стать апостолом. Пойди, раздай всё, что имеешь, приходи и следуй за Мною. Некоторым людям Он отказывал следовать за Ним. А здесь Он призывает этого юношу. И до апостольского статуса был один шаг, но Он не решился сделать этот шаг. И в этом проблема этого человека. Блаженный Филак пишет, как любостяжательному начальнику Господь обещал сокровище на небесах «Однако ж он не внял, ибо был рабом своих сокровищ. Поэтому я печалился, услышав, что Господь внушает ему лишение имущества, тогда, как он для того и вечной жизни желал, чтобы при большом обилии богатства ему плюс и жить вечно. Скорбь начальника, то есть это юноша был начальствующий, показывает, что он был человек благонамеренный, а не злой хитрец, ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесточились. Не безызвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил он ее, но одержим был сильной страстью, сребролюбием, однако ж не неуместно и предложена теперь мысль, что он желал вечной жизни как человек любостяжательный. То есть он хотел и здесь прожить неплохо и там наслаждаться вечными красотами. небесной жизни. Человек имеет право на счастливую жизнь не только на небе, но и на земле. И надо сказать, что в целом наша жизнь так и складывается. Господь заботится о нас, Он всегда помогает нам не только в разрешении духовных проблем, вопросов, но и проблемы вопросов физического характера. И, собственно говоря, отцы допускали, что человек может оставаться богатым всю жизнь, но при этом обрести спасение, если он не является рабом собственного богатства. как фарисей являлся рабом собственного самомнения при всех своих положительных нравственных качествах. И далее мы читаем, Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Игольные уши в то время это ворота в Иерусалим, которые не закрывались даже ночью. Но это были такие маленькие ворота между двумя огромными камнями и протиснуться туда можно было верблюду, если с верблюда снимали всю баклашу. Причем намазывали его еще и бараньим жиром, и можно было протолкнуть верблюда. Ворота назывались игольные ушки, потому что трудно было туда протолкнуть верблюда. Человек мог пролезть, но тоже без какой-то уж большой баклажи. То есть исторический контекст понятен в общем-то. Речь не идет о иголке. И вот мы пытаемся верблюда засунуть в игольное ушко. это был бы очень такой непонятный пример. На самом деле нет, речь идет о конкретных воротах, которые были, и они были известны в те времена, они описаны. Но готов ли человек отказаться от этой баклажи? Готов ли он поставить интересы вечной жизни выше всего? На первое место, как сказано, ищите Царствие Божие и славы Его, остальное все приложится. Прежде всего ищите Царствие Божие, Слава Его, остальное все приложится. Здесь вопрос не о богатстве или его отсутствии. Нищий может легко попасть в ад, так же, как и богатый. Речь идет о том, выстроили ли мы правильную иерархию ценностей, что у нас на первом месте, что на втором, на третьем и на четвертом. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Действительно, мы никогда не избавимся от всех наших привязанностей. Наши привязанности могут носить сугубо религиозный характер. Я, по-моему, рассказывал и не один раз, когда я готовил беседы на Апокалипсисе в свое время, я подумал, а вот если конец света, если все проваливается, а куда денется моя библиотека, а куда денутся мои иконы, а куда денутся облачения, кресты, неужели все это сгорит вообще тотально, а храмы наши, а мощи святых. Иногда мы превращаем привязанность в общем-то к нужным вещам в некую страсть. и в добротолюбии есть такой пример, когда один монах пришел к старцу и говорит, у меня вот есть любимая духовная книга, я ее все время читаю, она мне помогает, но она очень поистрепалась, можно я ее в переплет отдам? Я хочу, чтобы такой переплет был серьезный. Старец посмотрел на него и говорит, ни в коем случае, ни в коем случае, он увидел, что это будет такое чувство маленького духовного превосходства над другими. У всех потрепанные молитвенники, у меня закладочками, все как положено. Конечно, путь монашествующих это не путь мирских людей, но мирские люди сталкиваются с искушениями другого характера и преодолевать их бывает тоже достаточно сложно. Далее идет тема о том, какая же награда ждет тех, которые все-таки раздали все и последовали за Христом. Петр сказал 28 стих «Вот мы оставили все, то есть в отличие от этого юноши, вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной». Но здесь немного непонятно, как мы можем оставить родителей, если есть Божья заповедь, почитая отца и мать, как мы можем бросить братьев и сестер. Помните, братья Карамазова, когда Алёша Карамазов спрашивал у старца Зосимы, что он хочет уйти в монастырь, а старец говорит, «Нет, не уходи в монастырь, как только я умру, иди к братьям, живи рядом с ними, и не рядом с одним из них, а вот с каждым будь рядом, ты им нужен». Апостолат в миру, он бывает сложнее, чем апостолат в монастыре, где всё, как в детском саду, бывает расписано по жёсткому уставу и расписанию. А как можно оставить братьев и сестёр ради Христа жену, детей для Царствия Божия? Евангелие никогда не призывает нас к таким действиям. Евангелие этими словами предлагает нам выстроить правильную иерархию ценностей, искать прежде всего Царствие Божие, славы их, а остальное всё приложится. И о родителях надо заботиться, Господь поможет, и детям нашим приложат достаток, и жёнам нашим, и всему, что мы имеем, то, что под нашей рукою, чтобы всё это было в порядке. Причём даже сказано в Писании, кто не может своим домом управлять, может ли тот печись о Церкви Божией? То есть Новый Завет с недоверием относится к человеку, который разрушил семейную жизнь, и он пытается что-то в Церкви созидать. И не получил бы гораздо более все время и в веке будущем, и в век будущей жизни вечной. Но Руси было принято, когда люди уже в годах, они действительно могли всё оставить и уйти куда-нибудь на Богомолье, выбрать для себя скит, монастырь, и там доживать последние годы жизни. Но старые люди нужны молодым, потому что на плечах людей в возрасте, воспитания внуков, правнуков, и это некая такая священная обязанность. И в Писании прямо сказано, часто эти слова напоминаю, кто о своих, а особенно о домашних, не печётся, тот хуже неверного, отрёкся от веры. Далее говорится о том, как в третий уже раз Христос говорит о предстоящих страстях смерти и воскресения. С 31 стиха и ниже. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим и совершится всё написанное через пророков о Сыне человеческом. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним и оскорбят Его и оплюют Его и будут бить и убьют Его и в третий день воскреснет. Ну, мы знаем, какая реакция была апостола Петра в Евангелии от Матфея, об этом говорится здесь, этого нету тут. Он сказал, да не будет с тобой такого, но Сын Божий знает, ради чего и для чего ему необходимо всё это претерпеть, именно нас ради человек и нашего ради спасения. Святитель Григорий Великий пишет, Искупитель наш, предвидя, что души учеников возмутятся от страданий Его, задолго предсказывает им как о страдании своём, так и о славе воскресения своего, для того, чтобы они, когда увидят Его по предсказанию умирающим, не сомневались и в том, что Он воскреснет. И если вы помните, преображение Христа на горе Фавор имело ту же цель показать им, что грядущее страдание – это страдание вольное, то есть добровольное. 34 стих. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенные, и они не разумели сказанного. Григорий Великий пишет, но как ученики ещё плотяные, то есть они плотские люди, ведь Дух Святой сойдёт на них только в день Пятидесятницы, это будет уже после Вознесения Христова, но как ученики ещё плотяные, никак не могли понять слов тайны, то он приступает к совершению чуда, чтобы укрепить их веру. Перед их глазами слепец получает прозрение для того, чтобы небесные дела утвердили в вере тех, которые не понимали слов небесной тайны. И далее рассказывается об этом чуде, которое совершает Христос, чтобы укрепить веру апостолов, ещё плотских людей. И здесь характеристика чуду, в чуде нуждается плотской человек, а человек, имеющий Духа Святаго, удостоверение веры черпает из действий Духа Святаго в своём собственном сердце. И он не ищет чуда. С 35 по 43 стих рассказывается о возвращении зрения слепому. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Григорий Великий пишет «Замечательно, что слепец по сказанию получает прозрение тогда, когда Иисус приближается к Иерихону, ибо Иерихон означает луну, а луна на священном языке служит образом немощи плоти, потому что она, когда в месячном своём течении убывает, тогда служит образом нашей смерти. Итак, когда Создатель наш приближается к Иерихону, тогда слепец получает прозрение. Что значит? Что когда Божество приемлет на себя немощь нашей плоти, тогда род человеческий восприемлет потерянный им свет. Ибо поскольку Бог терпит человеческое, поскольку человек получает силы к Божественному, этот слепец по Писанию сидел именно при пути и просил милостыню, а сама истина говорит, я есть путь, аз есть путь. Здесь Григорий Великий, Папа Римский дает ссылку на Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, где Христос говорит, что Он есть путь. И действительно, если мы видим, что часто исцеляются люди, которые при пути, при дороге, это значит характеристика им, что они как-то приблизились к Христу. То есть проявили какие-то религиозные качества, духовные качества, ибо Христос и есть путь, истина и жизнь. И вот слепой сидит у дороги при пути и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус сын Давидов, помилуй меня. Почему он называет Христа сыном Давидовым? Потому что он исповедует в нем Мессию, Христа Спасителя. А Григорий Великий пишет, «Итак, тот слепец, кто не имеет понятия о ясности света вечного, но если он уже верует в Искупителя, то сидит при пути. Если же верует, но не хочет просить одарования ему света вечного и не молится, то он слепец, хотя и сидящий при пути, но не просящий милостыни. А если кто и уверовал и познал слепоту души своей и молится одарование ему света истины, то он слепец, сидящий при пути и просящий милостыни. Итак, кто сознает мрак слепоты своей, кто имеет понятие о том свете вечности, которого нет у него, тот сердечно выпьет и умиленно взывает Иисусе сыне Давидов помил мя. О чем здесь рассуждает святитель Григорий Великий? Он рассуждает о том, что люди бывают духовно слепыми, но они этого не видят. И не видят именно потому, что они духовно слепы. А они видя, они пребывают, хотя и при пути, там в церковь ходят, молятся, но они не просят о том, чтобы свет Христов усилился бы в их жизни, свет познания правды Божьей. Поэтому есть преимущество вот этого слепого. Он при пути, но он не молчит, он кричит, он мы прочитали, тогда он закричал Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И мы тоже, пока мы полностью не прозрели, мы должны выпиять и просить у Бога, чтобы он дал нам духовный рост, духовное прозрение, не только нам, но и нашим родным и близким, чтобы путь спасения открывался бы нам и через нас другим людям. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, что ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. Вот то, что Христос спрашивает, что ты хочешь от меня, немножко непонятно, ведь Господь лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, но Господь хочет выяснить, а мы-то это понимаем, в чем мы нуждаемся в первую очередь, а в чем во вторую, а в чем в третью. поэтому он и спрашивает, что ты хочешь от меня. Он сказал, Господи, чтобы не прозреть. Иисус сказал им, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ в виде это воздал хвалу Богу. Блаженный Феофилак пишет «Заметь и благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога и других, располагая к прославлению Его». Итак, сегодня мы с вами читали 18-ю главу Евангелия от Луки и тема, которая повторялась несколько раз, это тема ложной религиозности, ложной праведности или некой такой религиозно-нравственной двойственности, когда люди реально имели некие заслуги перед Богом, а в том смысле, что они стремились исполнять Его закон, исполняли как могли, сохраняли чистоту юности от ранних лет, но при этом чего-то не хватало. И в то же время прощение, которое переживает мытарь, исцеление, которое получает этот слепец, все это не оставляет сомнений для нас, что Богу угодны простые люди. В пример верующим были поставлены дети, простота веры которых она поразительно открыта, она не испытует, она не спорит, она приемлет и радуется. Не забуду, однажды я посещал Троице-Сергиевскую Лавру, и там один мужчина попросил детей из воскресной школы описать каждый день творения, нарисовать и описать. И один маленький мальчик сказал, можно я нарисую сотворение птиц? Ну, ему преподаватель сказал, да, нарисую, ну, что-нибудь напиши. ребенок нарисовал этих птиц, такие здоровые, как индюки, и написал таким детским почерком, Господь создал птиц, они сели на ветки, и им стало так хорошо. Я тогда подумал о действительно непосредственной детской простоте при восприятии истин веры и о том, чего нам не достает. Когда Христос напоминает нам и говорит, если вы не будете как дети, вы не войдете в Царствие Божие. Спаси Христосу! 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 Продолжение следует...